Во Владимире на озере Семятина сотрудники МЧС и спасатели аварийно-спасательного формирования региона на практике продемонстрировали, как себя вести, если провалился под лед. Водолазы инсценировали простую ситуацию, с которой может столкнуться каждый, например, рыбак. Человек провалился под тонкий лед и быстро начал тонуть. А дальше, как говорят специалисты, тонущий человек какое-то время продержится за кромку льда. И здесь счет идет на минуты. По оценкам спасателей, смертельное охлаждение в воде с температурой в 0 градусов наступает всего за 30 минут. Как этого не допустить, рассказывают профессионалы. Самое главное не паниковать. Все нужно, необходимо делать. Как можно ближе к кромке льда подойти и попытаться вылезти самостоятельно. Провалившегося под лед может спасти очевидец. И здесь тоже тушеваться не надо. Но и помогать следует правильно, чтобы самому не стать вступающим. Необходимо подать спасательный круг, если, конечно, вы его поблизости найдете. Или же применить любое подручное средство. Подойдет даже простая палка. Подаем конец палки утопающему. Утопающий так же цепляется. И вытаскиваем к себе его. Правила безопасности на водоемах спасатели объяснили ученикам трех владимирских школ. 9, 24 и 32. Им рассказали об особенностях льда в разные времена года. Чем отличается весенний лед от осеннего? Весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний лед под язву человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а сразу проваливается. Напомним, в ноябре прошлого года в Гусь-Хрустальном районе произошла страшная трагедия. На одном из водоемов под тонкий лед ушли трое маленьких детей. Что касается этого года, то за два с половиной месяца происшествий на водоемах региона не зафиксировано. Надежда Ибрагимова, 6 канал.